Привет, друзья, с вами Вайми, я продолжаю играть в Risk of Rain. В прошлый раз я открыл охотницу, кроме этого, между предыдущим эпизодом и этим я немножко поиграл за кадром, не охотница, я ей всё ещё не играл ни разу, но... В общем, суть в том, что я наукнул ачивку за 50 смертей случайно. Ну да ладно, в общем, охотница, что нужно, чтобы открыть за неё дополнительные персонажи и прочее. 200% атак спид набрать, окей, и победить виспа, не получая урона. Окей. Посмотрим, что из этого получится, естественно, я буду играть охотницей. Умеет кайтить, так, стрейф 140 дамага, 140%. Можно использовать все скиллы при движении, в движении, это интересно. Глефа, которая перескакивает между целями и наносит 300% урона и увеличивается на 30% за отскок, как бы. Телепорт и взрывающаяся стрела на 320 урона, и ещё и она кластерная и дропает кучу мелких бомб, которые по 80%. Окей, так, нет, я поставлю нормальную сложность. Я за кадром пытался попробовать максимальную сложность, ничего хорошего из этого не вышло. Ну, в общем-то, да, примерно так оно работает. Глефа довольно медленно кастуется. Телепорт на короткое расстояние и взрывающаяся стрела, которая где-то там взрывается. Я хочу сразу же открыть этот сундук, так что я жду здесь, пока ко мне кто-нибудь заспавнится. Ну, я могу, наверное, спуститься сюда и убить вот этих вот рабов. Ребят. Ммм, неплохо. Ммм, я могу стрелять, когда я иду назад. Это интересно. Мне не нравится задержка перед атакой Глефой. Ммм, я даже так могу стрелять, когда я иду назад. То есть я могу просто зажать кнопку, идти назад и стрелять. Окей. Интересно. Пока что охотница выглядит очень хорошим персонажем. Но мне всё ещё нужны деньги. Телепорт коротковат. То есть я бы предпочёл, чтобы он где-то раза в полтора дальше был. Это было бы более удобно, на мой взгляд. Ну, это, на мой взгляд. Так, лови Глефу. Я ненавижу виспов. Окей. Окей. Всё, умерло. Теперь мне должно хватать денег. И это даст мне... Личинг сид. Лайф лич. Я получаю два хитпоинта каждый раз, когда я попадаю к противнику. Ну, скорострельность у меня высокая. Так что в этом плане всё хорошо. Так же Глефа четыре раза попадает. Взрывная эта стрела тоже много раз попадает. В общем, неплохо, наверное, работает. Попадаю я часто и много. Так что это хорошо. Ну да ладно. Дрона я брать не хочу, обычного. Атакующего я бы взял. Но, по-моему, атакующие не могут заспоуниться на первом уровне. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Вот это вот, кстати, когда три предмета так застаканы. Их не стоит покупать, потому что купится только один. Тот, который дальше всех, как бы. Который совсем на бэкграунде. Но при этом потратится деньги за все три. Так что это совсем плохая идея. Ну да ладно. Чёрт, я его чуть-чуть не добил. Уже спавнятся чемпионы. Я не помню, что синий делает. Возможно, ничего и просто сильнее. Чемпионы по цветам отличаются в зависимости от их обилки. Я это выяснил, когда я играл за кадром. На последней сложности. Мансун. И, в общем-то, да. Красные стреляют ракетами. Жёлтые телепортируются. Кто там ещё, что-то там ещё. Синие, по-моему, Теслой атакуют. Или зелёные. Не знаю, не помню. Ну, в общем... Зелёные, по-моему, лечат других врагов. В общем, от цвета противника зависит то, что он может делать. Вот этот тут красный. Возможно, огонь или ракеты. Или там два разных цвета. Не знаю. Чёрт. Глеб очень странно кидается. То есть нужно сначала её кинуть, потом прыгнуть. Не знаю, не ясно. Я очень долго тут задерживаюсь, но это потому, что я не могу найти телепорт. Но зато я нашёл сундук. Который даст мне ящик. Он работает не так, как я до этого думал, потому что я криво его прочитал. Он пугает врагов, когда меня бьют. А не когда я бью. Ну, в принципе, разницы немного. Разницы немного. Ладно. Сейчас я убью этого виспа, и у меня будет хватать денег на то, чтобы купить этот сундук. Джетпак. Я выше прыгаю и медленнее падаю. Достаточно полезно. Я активирую телепорт и пойду как можно дальше от него вправо, потому что там может быть ещё что-нибудь. Окей. Совсем окей. Хм, как-то оно автоматом разворачивает меня иногда. Это необычно. То есть я не буду говорить, хорошо это или плохо, потому что я не знаю, хорошо это или плохо. Но необычно. Не знаю. Не ясно. Оу, червь. Оу, куда-то я не туда запустил Глефу. Глефу очень непривычно. Ну да ладно. Я задамажил всё, включая червя, причём очень даже сильно. Глеф хорошо работает против червя, потому что она его много раз дамажит. Взрывная стрела, естественно, тоже хорошо работает против червя, потому что она его много раз дамажит, но это как бы достаточно очевидно. Сейчас я не успел выстрелить взрывной стрелой. Наручники замедляют врагов при попадании. Это не шанс, это стопроцентный эффект. Червь умер и дропнул мне ещё один джетпак, теперь я ещё выше прыгаю и ещё медленнее падаю. Что очень даже неплохо. Ладно. Взрывная стрела. Я могу просто перепрыгивать толпы врагов. Глефа. Они сюда не могут спрыгнуть, чёрт, жаль. Я почти могу допрыгнуть до них. До этого вот выступа. Но почти. Ну да ладно. Мне нравится охотница. Ну я о ней слышал, что это такой более лёгкий персонаж, скажем так. Но я... Ну я знал, конечно, как её атаки работают. Я знаю. Я, по крайней мере, читал про всех персонажей. Я не знаю конкретно, как работают, например, атаки последнего персонажа, Мерсенери. Но я читал, что они делают. Я просто не помню сейчас. Ну да ладно. Медоозы, как я вас ненавижу. Ловите Глефу. Двойной джетпак это очень круто. Если бы ещё один найти было бы вообще... Супер офигенно. Ну да ладно. Ага. Клевер я до этого нашёл, который позволяет элитным врагам дропать предметы. И сейчас я получил вот эту вот полосу с шипами. Ленту с шипами. Которая, когда меня бьют, замедляет врагов вокруг. Ну то есть она дропает эту самую ленту, которая замедляет врагов, когда они на неё встают. И, возможно, дамажит. Не знаю. Не обратил внимания. Я постоянно забываю, дамажит она или нет. По-моему, нет. Ну да ладно. Ну, в общем, у меня будет многовато денег, по-моему. Ну я просто, скорее всего, куплю того дрона, которого я хотел не покупать. Если у меня останутся лишние деньги. У Глев очень короткий кулдаун. Это меня радует. Тут был сундук? Нет, тут не было сундука. Тут был сундук. А зуб монстра, когда я убиваю противников, у меня восстанавливается 10 хитпоинтов. Это достаточно полезно. Здесь какой-то ещё один бомж. Ну да ладно. Нет ли здесь сундуков, потому что они... Ну нет, здесь я начал, я его открыл уже, ах, окей. Я мог бы подняться в самый верх туда-обратно и снова... Точнее, не снова, а и купить те предметы, которые там застаканы. Потому что у меня сейчас хватит на них денег. Но мне как-то не нравится эта идея. Умри уже, Голем. Чёрт, чуть не хватило. Ну ладно. И дрон, по-моему, тоже там наверху... А, нет, здесь. Окей. Шприц. Ускоренная... Увеличенная скорость атаки. Офигенно. Дрон стреляет, убивает. Не очень офигенно, потому что он дохлый и не очень дамаговый. Но всё равно хорошо. И что даст мне этот сундук? Этот сундук даст мне токсичную многоножку, которая перескакивает на врагов, когда я их касаюсь. И наносит им дамаг. Какое-то количество дамага в секунду. Не очень много, но всё равно. Она долго на них висит. То есть, в итоге, суммарный дамаг достаточно неплохой. Она ещё и перескакивает между врагами, если они умирают. Вот. Оу, они в ту сторону кинули глефу. Меня немножко напрягает то, что персонаж разворачивается время от времени. То есть, как бы... Когда я вот так вот иду и стреляю... Я не знаю, почему это работает. То есть, если там сзади есть враги, то я продолжаю стрелять по этим врагам, похоже. Но если они умирают, или если они слишком далеко, или если ещё что-нибудь... Я внезапно разворачиваюсь. Это очень странно и непривычно, и это меня немножко раздражает даже. Я бы предпочёл продолжать стрелять в ту сторону, в которую я начал стрелять, независимо ни от чего. Из этих трёх я даже не знаю. Наверное, я возьму бензин. Потому что ломик мне не поможет на этом персонаже достаточно сильно. Ну, хотя... Может быть. Не знаю. Я недостаточно использую телепорт в этот тут, блинг. У него тоже короткий кулдаун, так что... Да. Появится ли висп, которого я смогу убить, не получая урона? Может быть. Да, он появится, но я не смогу его убить, не получая урона, потому что я сразу же получил урон. Окей. Справедливо. В принципе... А, мне не хватает денег на него. Окей. Окей. Ну, ладно. Буду убивать виспа, получая урон. Возможно, даже получаю слишком много урона. Не знаю. Его здесь неудобно убивать, потому что здесь на переднем плане вот эти вот какие-то непонятные растения. И за них не видно, где висп стреляет. Куда висп стреляет. В общем, место просто неудачное для него. Умри уже. Висп. Хватит. Хватит жить. Еще один наручники. Я подозреваю, что они замедляют сильнее или на больше времени. Не знаю. Не знаю. Я не очень хочу здесь быть сейчас, учитывая, что меня почти убили. Поэтому я спрыгну вниз. Ну да ладно. Так, лови. И еще вот этот лови. Хм, либо я по нему не попал. Это атакующий дрон? Нет, это лечебный дрон. Тоже пригодится. А, да. Сейчас я по нему точно попал. Гранаты вот эти вот от взрывной стрелы не дают мне лейф-лича. Что печально. И это значит, что скорее всего они вообще никакие эффекты не триггерят. Что совсем печально. Ну да ладно. А, глефы хорошо работают против медуз. О, если по ним попадать из нее. Ну да ладно. Так, стоит, наверное, всех этих бомжей убить. Стоит от них не получать столько урона, наверное. Тоже было бы неплохо. Ну да ладно. Окей. Все эти бомжи умерли. Готово. По-моему, остались враги только там, около выхода. Так что я пойду туда. И потом я схожу влево и проверю, что там насчет сундуков и прочего. Ну то есть не только около выхода, но я имею в виду в стороне выхода как бы. В противоположной стороне никого нет. Лечебный дрон на самом деле достаточно полезен. Он довольно быстро меня лечит. Хотя у него кулдаун какой-то на этом лечении. Ну и в целом лечение это всегда хорошо. Так. Окей. Это будет немножко сложно, потому что здесь такая толпа всего. Но с другой стороны я могу стрелять в них взрывающиеся стрелы и дамажить почти всех сразу. И также я могу их всех перепрыгивать, потому что у меня два джетпака. Два джетпака это очень хорошо в плане у ворота от врагов. Также у меня есть блинг, который не так хорошо работает, как два джетпака, как ни странно. Ладно. Ну его можно в конце полета на джетпаках использовать. И это не так уж плохо получается. Ну да ладно, здесь я все убил. То есть там вот осталось слева что-то, но это легко будет убить. Да. И вот оставшиеся пять врагов наверху. Окей, я не буду покупать обратно своего дрона, скорее всего. Ну то есть если у меня останутся деньги, когда я все остальное пройду, то я буду, конечно. Но это не приоритет, потому что он не так уж полезен. Ладно. И все, все враги убиты. Я хочу собрать еще больше денег. Хм, по-моему я вообще не получаю урона от падения, если я держу пробел. Что довольно офигенно. Также я могу прыгать очень высоко, если я держу пробел. Очень высоко. Ну да ладно. Мне бы не помешала скорость бега. Или еще скорость атаки, или еще что-нибудь. Не знаю. Активный предмет какой-нибудь хороший. Аптечка лечит меня на 10 хп после того, как я получаю урон. Через секунду примерно. Ну, адекватно. Это не очень много, но это адекватно. Также она, по-моему, не стакается в том плане... То есть не стакается, а я имею в виду, если мне нанесли урон, и потом если мне еще раз нанесли урон в эти вот... В то время, которое пауза между... Ну, до лечения, то вылечусь я один раз всего. Смарт-шопил. Стоило бы подобрать его в самом начале, наверное. То есть это было бы полезнее. По сути увеличивать на 25% количество золота, которое дропается с врагов. И все. На этом уровне больше ни хрена просто нет. Но это стандартно для этого уровня. На нем всегда очень мало всего. Если я сейчас еще и на подводные пещеры попаду, будет совсем весело в плане отсутствия предметов. Потому что там тоже очень мало всего. Ну, не очень мало, но меньше, чем на... Как оно называется? Арктик тундра. Так что я хочу попасть в тундру. Это было бы выгоднее в плане количества предметов. Ну, видимо, я куплю все-таки своего дрона обратно, потому что мне больше нечего покупать. У меня еще куча денег, а сундуки всякие кончились на уровне. Надо было сразу активировать телепорт, то есть бежать к телепорту в первую очередь. Но я, в принципе, так и сделал практически. Не знаю. Ну, ладно. Да, естественно, подводные пещеры. Тут хотя бы побольше, чем на предыдущем уровне. Обычно. Дальше я попаду на хайв-кластер, где совсем ничего нет. Почти всегда. И под совсем ничего нет, я имею в виду, что совсем ничего нет. Там обычно, не знаю, один сундук на весь уровень. Мне не нравятся эти толпы чемпионов. Мы его дрона уже почти убили, но это нормально для... Уже убили. Для обычного дрона. Его убивают очень быстро. Я, пожалуй, спрыгну вниз. О. Сундук. Ладно, имп. Тебе стоит умереть. Вагранту тоже стоит умереть. Почему мои гранаты не взрывались от взрывной стрелы? Они не взрываются под водой? Было бы забавно. Нет, они взрываются под водой. Окей, не знаю. Возможно, я не заметил, как они взрывались. Не ясно. Не ясно. Ну, я очень много всего задамажил почему-то. Не знаю, почему. Вроде ничего такого нет. У меня нет, что повышает дамаг. Но я задамажил все значительно больнее, чем я дамажу все обычно. Ладно. Взрывная стрела. Еще взрывная стрела. По-моему, я так хорошо выживаю из-за того, что у меня есть джетпаки. То есть они очень серьезно мне помогают жить. Больше, чем все остальное, что у меня есть, и чем тот факт, что я играю в охотнице. Ну, конечно, она хорошо может выживать. Но все равно. Основная причина того, что я так живу, и, ну, в толпе я имею в виду, вот сейчас конкретно, я прыгаю вокруг них, и они меня почти не дамажат. Основная причина это то, что у меня два джетпака, которые позволяют мне так прыгать и уворачиваться от всего. У меня есть, конечно, блинг, вот этот вот телепорт. Ну да ладно. В принципе, мне нравится этот персонаж. Много АОЕ. Ну, как бы, не то чтобы совсем АОЕ. То есть, взрывная стрела это АОЕ. Глеб это не совсем АОЕ, потому что она по трем целям фиксирована. Но все равно. Окей, Гвардианс Хард. 60 дополнительных хитпоинтов, которые быстро восстанавливаются вне боя. И в сундуке Энерджи Целл батарейка я быстрее бью, когда у меня мало жизни. Мало жизни для батарейки это примерно меньше половины. Парень, зачем ты там прыгаешь? Спустись сюда, дай мне себя убить. Ненавижу этих бомжей. Так, ну почему бы и нет? Почему бы даже и не мортира? Не знаю. Наверное, потому что следующим предметом, скорее всего, было бы что-нибудь совсем офигенное. Ну да ладно. Денег, как ни странно, мало. Но я надеюсь, здесь, как обычно, около нуля сундуков. И также я надеюсь, что оставшиеся враги мне дропнут какое-то количество денег. Там, по-моему, несколько чемпионов было. Хотя, если сундуки будут здесь, то это небольшая проблема. То есть, если здесь будут какие-то сундуки, которые я не смогу открыть, я имею ввиду. Вау, как я в саку могу взлететь. Нет, два джетпака это просто... Это офигенно. И это офигенно весело. Там мой мертвый дрон. Здесь враги. Ну, куда ты спрыгнул, наркоман? Ну и, по сути, да, там остался вот этот лазерный дрон, которого я не очень хочу покупать, потому что это лазерный дрон. Я их не люблю. И... Светилище или что там. Латарея, светилище, что-то такое. Почему он оттуда не спрыгивает? Как мне его там убивать? Окей, я его там убил. Ненависть. Да, просто... Просто шрайн. Или как он там, Алтайш, шрайн. Я не помню, как они называются. Неважно. Вот этих вот улиток нужно топить в воде внизу. Не просто в воде, а в бездонных ямах, по идее, чтобы получить ачивку, там, утопить их 20 штук. Мне пока что лень этим заниматься. Скорее всего, это... Блин, зачем они туда спрыгнули? Ненависть. Я ненавижу этих бомжей, они спрыгивают. Это самые неприятные враги на этом уровне, потому что они могут вот сюда вот спрыгнуть, и мне придется полчаса бегать через весь уровень снова. Потому что с этой стороны выбраться нельзя. Да. Я спускаюсь по веревке быстрее, чем падаю. Нефиг тут ракеты спавнить. Спамить. Вообще ничего с ракетами, нефиг делать. Их ракеты летят туда, где я был на момент их запуска. То есть, если просто убегать, то... Ну, если просто перемещаться, то они не попадут. Хотя, по-моему, они могут попасть в меня до этого. То есть, если я коснусь ракеты, то она меня задамажит, независимо от того, долетела она или нет. Ну, да ладно. Это все не важно. Важно то, что я кучу времени потратил на этом уровне, потому что сраные бомжи спрыгивают в сраную воду. Что мне даст святилище и... А, это труп улитки. Окей. В сраную воду мне даст еще один миномет и колючую проволоку, которая дамажит врагов при контакте. Не очень сильно, но все равно полезно, учитывая, как я мимо них впрыгиваю. По-моему, третий джетпак уже ничего мне не дает, потому что высота прыжка у меня осталась примерно той же. Ну, может быть, чуть-чуть выше стала. И на дрона мне не хватает, естественно. Но я его и не очень хочу покупать. Я мог бы купить обратно своего лечебного дрона, но это придется еще один круг по карте бегать. Я не хочу этого делать. Я могу купить, наверное, этого дрона, раз уж я здесь. Хотя он, опять же, умрет в самом начале следующего уровня, гарантированно. Ну, ладно. Дайте мне магма-бараки. Там хотя бы предметы, да, ура. Там хотя бы предметы есть. Я могу, опять же, попытаться пробежать через лаву и умереть там. Ну, конкретнее я могу попытаться пробежать через лаву и открыть там персонажа. Если там есть все нужное для этого. А, да, там есть все нужное для этого, так что я попытаюсь. Не уверен, что это хорошая идея. Лава больно дамажит. Хотя, терпимо. Я, по крайней мере, дойду до конца. Да, вот он, босс. Я не знаю, почему его в прошлый раз не было. Ну, не то, что вы босс, это, по сути, обычный враг из храма и из финального уровня. То есть, у него нет никаких особых обилок, у него вообще ничего нет. И он здесь один, так что это вообще не проблема. То есть, он меня не задамажит просто, в принципе. Ну, хотя нет, он меня, по-моему, задамажил все-таки. Не знаю, может быть. Не уверен. Окей, я открыл шахтера. В следующий раз я буду играть шахтером. Если я выйду отсюда, не умерев. Если я сейчас умру, то я рестартнусь снова в охотнице. Потому что охотница веселая. Шахтер, по-моему, не очень. Но я, по крайней мере, выжил. Ну, то есть, шахтер, он не то, чтобы не очень веселый. Я видел шахтера. И мне не совсем нравятся его всякие обилки. Он милишный, он быстрый. И у него там два дэша и прыжок с атакой. То есть, у него обилки это в основном мобильность. Что, конечно, хорошо, но, с другой стороны, я не уверен, что мне это понравится. Я не знаю, что я здесь делаю. Хотя, нет, здесь мне стоит как раз всех поубивать. Я думаю, я не буду брать этого дрона, который справа. Своего я, естественно, не буду брать. Потому что это мой дрон. Который не умеет ничего полезного делать. О, наверное, стоит от них уворачиваться. Наверное, стоит вообще отсюда немножко свалить. Ладно, я все-таки свалю отсюда и попытаюсь найти телепорт. Хотя сначала, сначала вот этот сундук. Который даст мне гриб. Когда я стою на месте две секунды, я быстро лечусь. Это бы мне пригодилось до того, как я пошел в лаву. Потому что я мог бы там отличиться, но... Пофиг, неважно. Я надеюсь, боссом будет не крематор, хотя он вполне может быть. И это было бы очень нехорошо. Я вернулся к телепорту обратно. И, по-моему, отсюда нет другого выхода. И я еще и упал. Ладно. Тогда я пойду сюда. Мне не нравятся эти механические пауки. Они немножко страшные. Ну, не знаю. Итак, крематор или нет? Да. Ну, он подо мной. Оу. И он меня, скорее всего, убьет. Наверное, я неправильно это делаю. Мне стоило бы сначала побегать по всей карте, дождаться, пока враги перестанут спавниться. И потом уже приходить сюда. Потому что сейчас здесь крематор и куча врагов будет. Я труп. Нет, я не труп. Нет, я не труп. Нет, я труп. Ненависть. Крематор... Это просто жопа. Он не дает бегать по карте. Потому что если я буду пытаться бегать по карте, он меня убьет нахрен. Если я спрыгну к нему, то меня убьют враги, которые здесь заспавнятся. Я не знаю. Я пробую еще раз охотницы, потому что... Шахтера я хочу на следующее видео оставить. То есть, как бы, бараки, с одной стороны, это хорошая локация, потому что там много сундуков всяких. Значительно больше, чем в хайве, в котором вообще ничего никогда нет. То есть, хайв это абсолютно пустая локация большую часть времени. Но при этом там постоянно спавнится этот сраный крематор, и он страшный. Самый опасный босс в игре. О! Разбитое зеркало. Когда я его использую, на 15 секунд спавнится мой клон, который делает все то же, что и я. То есть, по сути, это моя тень. И он использует все те же обелки, он двигается так же, как и я. И, по сути, это удваивает мой урон. На 15 секунд. Что очень неплохо. Клуд давно этой хрени, по-моему, достаточно долгий. Ну да ладно. Лечебный дрон мне не очень интересен в данный момент. Мне больше интересен телепорт. Телепорт, ты здесь? Да, телепорт, ты здесь. Колосс. Надо мной? Да. Итак, зеркало. То есть, вот, я по две стрелы стреляю. И по две глефа. И по две взрывающиеся стрелы. Все, кончилось время действия. У него минута кулдаун. То есть, да, достаточно долгий. Но колосса я сейчас убью. Да, готов. Клевер это очень хорошо, как первый предмет, потому что чемпионы... Ну, хотя в самом начале чемпионы не спавнятся. Так что, наверное, это лучше, как там третий-четвертый предмет. Возможно, второй. Но это не важно. Ладно, я пойду влево-вниз. Импшрайн. Ловите глефу, ловите взрывающую стрелу в ту сторону. Почему я по нему промахиваюсь? То есть, я визуально по нему попадаю, но это не наносит ему урона. Не ясно. Бомжи, умрите. О, я промахнулся глеф. Я еще раз заюзаю импшрайн, потому что импшрайн... Это полезная штука. Почему не спавнятся враги, мне больше интересно. Окей, Гвардианс Хард, опять же. 60 фитпоинтов, которые быстро регинят. Ну да ладно. Зеркало перезарядилось. Враги, видимо, не спавнятся, потому что они все уже наспавнились там. И какое-то ограничение на их количество. Хотя нет, 10 врагов всего. Какого хрена? Дайте мне больше врагов. Я не хочу сюда... Хотя нет, я хочу сюда подниматься. Потому что здесь может быть что-то полезное, и сюда можно подняться только этим способом. Аптечка. Еще одна. У меня плохой набор предметов. Очень плохой. Ну то есть, у меня клевер хороший и второй клевер. Который уже немножко менее хорош. Хотя шанс повышается. И три предмета защитных. Ну, два лечебных, а один защитный. И никакого урона. Это нехорошо. Ну да ладно. Я один раз, как минимум. Хотя два. Два раза заюзает. Еще один лечебный предмет. Еще один лечебный предмет. Ура! Это карта, на которой у меня один хоть как-то атакующий предмет. Хотя он довольно хреновый в плане атакующего предмета. И также у меня нет денег, чтобы это все открыть. Так что я не буду это все открывать. Я потрачу все свои оставшиеся деньги на шрайн и свалю отсюда. Ну то есть, да, мне скорее всего хватит денег, чтобы это открыть, когда я все добью. Но все не здесь. Надеюсь, я попал. Да, я попал во что-то. Хотя мне, скорее всего, даже не хватит денег, чтобы все открыть. Возможно, один сундук я смогу открыть там. Но я не буду возвращаться за ним. Хотя с этого парня должно достаточно много денег выпасть. Хотя 25 с него не выпадет. Ну, с этих двоих. Не знаю. Если будет 50, то я, может быть, даже вернусь. Будет ли 50? Нет, не будет. Будет 47. Окей. Я сваливаю. Ну, меньше 5 минут на первый уровень. Второй уровень без сундуков. Весело. Зачем я поднимаюсь сюда? Хотя нет. Ну, то есть... Да, но нет. Зачем я поднимаюсь сюда по веревке? Мне нужно было сказать. То есть, в принципе, подняться сюда стоит, потому что здесь может быть босс. Босс — это моя первая цель и основная. Он все еще может быть здесь, только внизу. Сложность повысилась. 70. Ну, у меня нет 70. Надо просто запомнить, что он здесь, но я, скорее всего, сюда не вернусь. Не знаю. Я стреляю по нему, но смысла нет, потому что я уйду отсюда, да, до того, как он умрет. К сожалению, телепорт не защищает от падений. Потому что это телепорт, а не игнор дамага на какое-то время. Как всякие там перекаты и дэши. Кто босс? Ну, а к матчерф, естественно, кто же еще может быть боссом. Ну, ладно. Ау, я умер. Я не знаю, почему у меня абилки не... Наверное, они были в каудауне. Ну, я еще раз попробую. Я как-то даже не очень хочу сейчас еще раз пробовать, потому что если я зайду далеко, то это все затянется на час еще. И как-то... То есть, как минимум на час, если я... Если у меня будут хоть какие-то шансы пройти игру, то это будет час как минимум еще. Если я не умру там на первых уровнях. Так что я бы предпочел умереть на первых уровнях. Я не буду активно пытаться умереть на первых уровнях, но я буду активно пытаться найти телепорт первым самым делом. И не задерживаться ни на каком уровне дольше, чем там на 5 минут. Так что да. Не хватает одного... Одной монетки, чтобы открыть сундук, если я его найду. Окей. Ну нет, не этот сундук. И не этот сундук. Ну и я сюда не вернусь никогда, потому что... Просто потому что я не вернусь сюда, потому что здесь нет телепорта, так что мне нечего делать в этой части карты вообще. Потому что я пытаюсь экономить время. Или как-то лучше сказать. Давай, забирайся сюда. Окей. Теперь я смогу открыть один сундук. Ну, собственно, я его и так мог открыть. Ну, я могу вот так вот набегу стрелять. То есть это... Хотя бы это хорошо. То есть я не замедляюсь для того, чтобы убить врагов. Сундук я открою, естественно. Это небольшая потеря времени. Почти. 10% шанс нанести двойной урон. Полезно. Плюс 10% шанс, по идее. Потому что какой-то базовый шанс критического попадания вроде как есть. По-моему, 1%. Ну, по крайней мере, это выглядит как 1%, учитывая, насколько редко оно бывает. Но бывают иногда криты, когда нет никаких предметов, дающих криты. Вот что я имею в виду. Магранд. Окей. Глефа, кстати, летит сквозь стены. И это полезно. Ну да ладно. Я не хочу далеко уходить вправо. Я лучше залезу вверх. Потому что сверху спуститься будет быстрее. А, веревка. Странные веревки. Почему они такие кривые? Вот сейчас... Ну, нет, сейчас я кританул, потому что у меня есть очки. Очевидно. Ну, сейчас я кританул и убил всех. Так, ну, естественно, здесь не может выпустить предмет, потому что это слишком рано для того, чтобы мог выпустить предмет. Топор. Олд Лопер. Постоянно... Ну, то есть я всегда стопроцентно критую по врагам, у которых совсем мало жизни. Совсем мало, это меньше пяти, по-моему, процентов. Так что это... Дамаг хоть как-то повышает практически только по боссам, потому что у обычных врагов, если меньше пяти процентов жизни, то я их, скорее всего, и так убью с одного. И критовать как бы мне не нужно для этого. Но это будет хорошо работать, если я найду косу, которая дает мне лечение каждый раз, когда я критую. То есть я буду лечиться, когда я добиваю врагов. Иногда. Ладно. Если там что-то... Да, сундук за 50. Это хорошо. Смартшоппер. Браги дропают больше золота. Теперь у меня вообще нет никаких причин не активировать телепорт, как только я его нахожу. Так что да. То есть теперь у меня даже денег, скорее всего, будет хватать на все, если я всех убью. По-моему, Глефа, кстати, летит бесконечное расстояние. То есть если где-то там на другом конце карты, на такой же высоте, как и я, есть враги, то я могу кинуть Глефа и убить их. Что довольно интересно звучит. И полезно. Недавитая многоножка, опять же, дамажит врагов, когда я их касаюсь. Она на них приклеивается и какое-то время их дамажит после этого. Что полезно. То есть по сравнению с колючей проволокой, у многоножки в два раза меньше дамаг, но наносит она в итоге дамага больше, потому что я могу коснуться противника и убежать. Ну, если речь здесь об одном противнике. По толпе колючая проволока наносит больше дамага, потому что она дамажит всех сразу, а не какого-то одного врага. Окей. Я хочу разобраться с этим светилищем. Как минимум его один раз заюзать. Зеркало-телепорт и бензин. Окей. Зеркало-телепорт бесполезный предмет. Ну, не совсем бесполезный, но я не знаю, как его эффективно применять. То есть она ставит такую вот хрень, и если я его еще раз заюзаю, то я к ней телепортируюсь. Я не знаю, что с этим делать. Шприц. Увеличенная скорость атаки. Мозг. Бесполезная хрень. Ладно, я сначала куплю сундук. Зуб монстра. Убийство врагов лечит меня. И все. Ну, мозг, наверное, полезнее, чем зеркало, хотя мозг бесполезен, да. Он вот так вот делает и дамажит, и отталкивает всех при этом. Ура, снова отсутствие сундуков. Ну, хотя бы на первом уровне я довольно много полезных предметов набрал. Чуть больше пяти минут на один уровень. Так себе на самом деле. Ну да ладно, телепорта тут нет. Он может здесь быть. По-моему, телепорт это единственное, что может вот здесь вот наверху быть. Потому что тут никогда нет никаких сундуков, коробок и прочей подобной хрени. Хотя вот внезапно. Мне это неинтересно. Я вряд ли сюда вернусь. Я, может быть, вернусь сюда? Не знаю, посмотрим. Оу. Глефа слишком медленно кидается. Рандом, рандом, рандом и ломик. У меня нет денег, чтобы это все активировать, но я бы взял рандом. Телепорт. Спрыгнуть вниз. Убить этого бомжа. Упс. Висп. Я смогу, может быть, его убить, не получая урона. Урона. Мне нужно просто не спускаться к нему, пока все остальные враги не умрут. Потому что с остальными врагами там я не смогу его убить, не получая урона. Потому что мне будут мешать остальные враги. Ловите мозг. Он их замедляет еще. Окей. Все равно бесполезно. Я постоянно пытаюсь выстрелить чем-то, что у меня на кулдауне. Конкретно взрывной стрелой. Потому что у него доуги кулдаун. Ну там что-то умирает от бензина. Ну то есть не умирает прямо, но получает урон. Окей. Висп нет, не дамажь меня. Нет. По-моему, он не задамажил меня. Я буду на это надеяться, по крайней мере. Окей. И ловите мозг. Ну, кстати, по-моему, для охотницы мозг это достаточно полезный персонаж, потому что можно кайтить с его помощью очень хорошо. Зуб монстра, когда я убиваю врагов, это меня лечит на 10 хитпоинтов, опять же. У меня их уже 2. Я, пожалуй, вернусь за тем сундуком, который я пропустил. Возможно, даже поднимусь вверх и возьму там, что я еще не... Что я сказал, куда я не вернусь. Возможно. В принципе, да, я смогу туда подняться и потом спрыгнуть к этому сундуку. Вперед. Мне не нравится медуза. Здесь я возьму рандом, потому что 2 лечебных предмета это не очень хорошо, когда у меня уже куча лечебных предметов. 1 дефенсивый предмет это, в принципе, не очень хорошо. Биттер Роуд корень повышает мою максимальную жизнь на 8%. Тайм хипер секрет. Когда у меня мало жизни, совсем мало, время останавливается на несколько секунд, на 3, по-моему. Это полезно, но кулдаун у этой хрени очень долгий. То есть, я очень сомневаюсь, что я смогу ее использовать больше одного раза. И, по-моему, ее вообще невозможно использовать больше одного раза на одном и том же уровне. Возможно, у нее даже не кулдаун, а просто она резетится после смены уровня. Хотя, вроде бы, она не всегда даже после смены уровня резетится. Ладно, этот парень мертв. Тот парень все еще жив. Оставшиеся 5 врагов внизу. Это меня немножко печалит, потому что там висп. Оу. Нет, я не получил урона. А, внезапно. А, блин, враги. Что вы здесь делаете? Нет, я получил урон. Не успел остановиться. Это потому, что меня отвлекают сраные враги. Коса. Когда я критую по противнику, это меня лечит. У меня есть очки, которые повышают шанс крита, и у меня есть топор, который дает мне всегда крит при попадании по противнику с маленькой жизнью. Лечит от меня, правда, всего на 8 хитпоинтов, что не очень хорошо. Но все равно. Кто там где-то выжил? Какого хрена? А, это тот бомж, которого я не добил. Окей. Я помню. Почему я его не добил? Ненависть. Совсем ненависть. И он где-то непонятно где. Да, вот он. Вови мозг. Как-то этот мозг один раз прыгнул, и все. О, чуть-чуть не долетел. Ну ладно, хрен с ним. 10 минут на второй уровень. Так себе. Медленно. Тундра. Я все равно не хочу здесь задерживаться. И я определенно не пойду в ту секретку, потому что это еще очень сильно удлинит мое прохождение. Ну или не очень сильно, но удлинит гарантированно. Ловите клефу, ловите взрывную стрелу и ловите парочку обычных стрел, и я полезу вверх. Мне не нравится тундра в плане ее... Как это сказать? Ландшафта. О, это... Это лучше. Когда я попадаю по врагам, они дропают золото. Попадаю я много. Так что золота можно получить много, убив всего вот двух врагов. То есть я убил трех врагов, и у меня больше 200 золота. Остальных я даже добивать не буду. И у этой хрени довольно быстрый кулдаун. То есть, учитывая, что у меня уже есть смартшоппер, с деньгами у меня теперь проблем не должно быть вообще никаких. Там ничего нет? Там что-то есть, но, видимо, да, ничего нет. Окей. Ну, под ничего я имею в виду, что там нет выхода, там нет выхода, по сути. Только это я имею в виду, у меня остальное все вообще по барабану. Ладно. Здесь, по-моему, тоже не будет выхода. Тундра напрягает немножко тем, что она огромна. То есть здесь выход найти сложно. По-моему, здесь будет секретка. Может ли выход быть рядом с секреткой? Вот что мне интересно. Еще деньги. И еще деньги. И я заюзаю этот шрень два раза. Еще больше скорости атаки и ничего. Ладно. Скорость атаки это хорошо. Секретка здесь. Пофиг. Выхода рядом с ней нет. Выход, скорее всего, где-то на этом вот мосту. Это довольно неплохо, потому что мост это удобное место для того, чтобы воевать с боссом. И не только с боссом. Ну, конечно, это от босса зависит. Почему я не сделал этого раньше? Учитывая, сколько здесь врагов. И учитывая, что я сейчас умру. Да, я сейчас определенно умру. Тут неудобно воевать с обычными врагами, потому что они стреляют. Ну, ладно. Это все пауки. Я уверен. Хотя меня убил бизон, но пофиг. Почти убили меня пауки. Это главное. Ну, ладно. Тогда на этом на сегодня все. Так что... Ну, не очень удачно получается. Но в основном... Потому что у меня какая-то хрень с уровнями. На них нет... На них нет ничего. Первый ран был достаточно удачным. Но там заспоунился крематор и убил меня. Во всех остальных ранах у меня не было достаточного количества предметов полезных. Так что да. Ну и свои ошибки, конечно. Ну, на сегодня на этом все. Так что спасибо за просмотр. С вами был Вайми. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok